МИХАИЛ ВАСИЛЕВИЧ МИХАИЛ ВАСИЛЕВИЧ МИХАИЛ ВАСИЛЕВИЧ МИХАИЛ ВАСИЛЕВИЧ Вот эта вот моя тарелка сделана, она была в девятом классе на уроке труда. Вот, это одна из первых, самая первая моя тарелка. Подарил я ее, конечно же, маме, до сих пор она используется дома у мамы. Вот, потом в девятом, в девятом это я тарелку сделал, в десятом классе я сделал шкатулку, также на уроке труда. Вот, преподавателем труда у меня был Родионов Игорь Эдуардович. Вот, он одобрял вот эту вот национальную тематику, помогал, где-то что-то подсказывал. Вот, вместе с ним мы подобрали тему и написали проект по изготовлению вот этой вот шкатулочки. Вот, олень у меня на крышке служит в качестве ручки для крышки. Вот, сама шкатулка изготовлена из сувеля березы. Как все дети коренных малочисленных народов Севера, я смотрел на взрослых и хотел сделать так же, как они. Иногда работы получались, иногда не очень, но старался делать. Дальше, получается, в свободное время занимался изготовлением вот таких вот хуванов, посуды. В основном делал посуду для, на подарки для друзей, родственников. Вот, в 2022 году решили мы поучаствовать в молодежном форуме «Наше время». Проходил седьмой форум в селе Мужи. Мы с женой Еленой приняли участие в этом форуме. И выиграли сто тысяч на приобретение станка. Вот, приобрели станок, и после приобретения станка у меня появилась возможность изготавливать вот такие вот чаши круглые. Вот. На них я также наношу орнамент национальный. Вот. На этом станке я также могу изготовить матрешки вот такого плана. Матрешки я изготавливаю, а разрисовывает уже их наша дочь Настя. Вот так вот. Такого плана матрешечка у нас. То есть с орнаментом, с поясом национальным. Вот. Это вот хозяйка получается. Она в национальной игушке. Вот. При изготовлении национальной чаши Хуван используется в первую очередь этот опор из тамески. В дальнейшем обработка ведется наждачной бумагой. Вот. Данная тарелка изготавливается из лиственных пород дерева. В основном использую осину. Вот. Так как осина мягкое дерево, и после высыхания она становится легкой. Элементы орнамента я рисую на посуде, и далее получается выжигаю выжигателем. В 22-м году на одном мероприятии было такое задание, как вы видите стерха и тому подобное. То есть надо было нарисовать. И я нарисовал этого стерха в виде орнамента. Всем понравилось. Потом могу показать вам орнамент. То есть он в любом случае будет этот орнамент на одной из моих тарелок в будущем. На Дне оленевода мы принимали участие в гастрономическом конкурсе. Представляли национальную кухню народа ханты. В этом конкурсе мы с семьей заняли первое место. Все наши угощения были представлены на нашей посуде, изготовленной моими руками. Вообще у меня есть такая мысль, что необходимо, я считаю, что необходимо создать какую-то методическую базу, написать методические рекомендации или еще что-то по изготовлению национальной посуды. Какое дерево необходимо подобрать, из какого материала, как данное дерево просушить, каким инструментом работать. Все это необходимо, я считаю, что это необходимо написать, и чтобы молодые люди, которые хотят заняться этим, они могли воспользоваться этим материалом. Сейчас на данный момент ничего этого нету. Ни в сети интернет, ни на бумаге нигде этого нет. Поэтому очень трудно, кто хочет заняться, они не знают, с чего начать. Также я столкнулся с такой проблемой. У меня были люди, кто мог мне подсказать, как это делать, из чего делать, какой материал выбрать. Но, к сожалению, люди стареют, уходят от нас. Поэтому сейчас я считаю, что надо передавать эти знания молодому поколению. Учите ли вы своих сыновей этому ремеслу? Да, мои сыновья очень интересуются данным делом. Начальная стадия выжигания у них, то есть занимаются выжиганием на посуде. Им это интересно. Но топором, ножом еще пока не работают. Какие у вас вообще виды посуды есть? Ну, основной вид посуды – это хуван. Изготавливая его разных размеров, то есть можно побольше, можно поменьше. Вот такого плана. Он вроде бы и хуван, а используется в качестве солонки. Также изготавливаю ножи. Вот этот нож изготовлен из... Ножны изготовлены из сувеля березы. Ну, это еще заготовка. Сам нож национальный. Ручка изготовлена также из сувеля березы, пропитана маслом. Вот эту вот поварешку я делал тоже, учащийся в школе, в классе, наверное, 10-11. Вот. Цепочка делается из цельного дерева. Вот. Существует такая легенда, что оленеводы, ранее находясь в чуме, когда наступала непогода, метель или мороз, они делали колечки. То есть количество колечек зависело от количества дней нахождения в чуме. То есть не выходя из чумы, когда они были в чуме, то есть количество дней непогоды. Вот. Соответственно, как бы эти знания передаются, и мы храним их. Ну, не там. Точно, Егор, какая у тебя память хорошая. Все, две карточки у Алеши есть. Михаил Паилена, проект чернодежец от Ньоттот, Ожапона. Ня врэм тьот мануцтель Тхантыязом. Щитумбейн Михаил Васильевич тэль проект Северным Нагборье. В течение 2023 года я занимался проектом Северной Нагборье. Данный проект предусматривает изготовление спортивной площадки по Северному Нагборью. На данной площадке будет нанесено ударопоглощающее покрытие с разметкой для тройного национального прыжка, изготовлением трех видов нарт, большие, маленькие и средние. Данные нарты будут стоять в течение летнего периода, то есть с мая по сентябрь, наверное, захватим весну, осень. В этот период получается спортзал, у нас в летний период спортзал закрыт, тренера находятся в отпуске, а площадка будет функционировать постоянно. То есть ребенок, который желает заниматься Северным Нагборьем, в свободное время пришел, прыгнул тройной национальный прыжок, прыгнул, попрыгал через нарты. Кроме этого, еще будет изготовлена стойка под хорей и сам хорей. То есть захотел ребенок, да, и даже если, даже может и взрослый прийти, поставить эту стойку с хореем и кидать, пометать аркан. Также попрыгать через нарты. А вы занимались нацвидами? Да, я занимался в школьное время, поэтому эта тема для меня очень знакома. Кроме этого, у нас уже существует беговая дорожка на стадионе возле школы. То есть получается, 4 вида из 5 видов Северного Нагборья у нас уже будет. В первом квартале 2024 года финансовые средства поступят на целевой счет администрации села Афгорд. Далее получается администрация объявит конкурс. В результате конкурсных процедур будет выявлен подрядчик, который будет изготавливать данную спортивную площадку. Продолжение следует... Все коренные молодчисленные народы Севера для дома своего изготавливают свою национальную посуду куван, поварешки, лей. И используют ее в быту. Цель проекта, наверное, передача традиций, культуры народа ханты. Ну и привлечение молодых людей для изготовления традиционной посуды. Очень рады вас видеть у нас в нашем комплексе. А сегодня не простой день, да. Сегодня день, когда этот зал заново заселяет яркими красками. И с этого дня пойдет еще того, как много положительных эмоций будут получать наши посетители. Ведь каждый человек, который будет приходить в комплекс, он обязательно будет наслаждаться вашим искусством, смотреть всю эту красоту и восхищаться. И я думаю, что как ни это даст толчок для дальнейшего роста. И, конечно же, пример молодому поколению, которое будет смотреть на это и говорить, я тоже так хочу. Поэтому спасибо вам большое, что вы к нам сегодня приехали. Мы знаем, что дорога была долгая. Спасибо вам большое. Я думаю, что это не последний раз, когда мы будем торжественно с вами встречаться. Ну, я думаю, мы еще с вами более тесно познакомимся и посотрудничаем. Спасибо всем гостям, кто пришел посмотреть на наши работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря Ассоциации «Ямал-потомкам» объявляется Михаилу Васильевичу Лангортову за работу нашей выставкой «Всяк мастер на свой лад» за хранение и развитие декоративно-прикладного искусства и популяризацию традиционного продолжения наших коронавтов. Вот таким красивым соцветием изделий сегодня они выставились. И очень приятно видеть гостей своего журшковского района. Поздравляю их с такой семейной выставкой. Я думаю, что в дальнейшем они будут еще в каких-то других городах, а не только в городе Салиханке, за пределы округами. Я желаю им творческих успехов, мечты, чтобы воплощались в их изделиях традиционных, которые на сегодняшний день живы. Я очень рада за это. Удачи им и неудачи. В дальнейшем, я думаю, что они будут передавать свои навыки, свои умения в дальнейшем подрастающему поколению. Спасибо вам большое. Тунда Крёш, Тунда Крёш. Ну и, конечно же, от окружного дома «Ремесель» разрешили мне вручение благодарственное письмо. Окружной дом «Ремесель» искренне поздравляет вас с открытием семейной выставки «Всяк мастер на свой лад». Мы хотели бы выразить нашу благодарность за вашу активную деятельность, которая способствует сохранению и развитию традиционных национальных промыслов народов Северо-Ималадинского автономного округа. С уважением, исполняющий обязанности директора окружного дома «Ремесел» Вероника Юрьевна Магрицкая. Благодарственное письмо мы с радостью вручаем Михаилу Васильевичу. Ну и, конечно же, с такими же замечательными словами, благодарственное письмо хотим вручить Антону Ильичу. Я сам подойду. Нина Кирилловна, спасибо вам большое. Эти цветы и это благодарственное письмо вам. Антон Ильич, Банина Кирилловна, дайдетн ауадан корпунгалин «Удыхоад унжоуур». Ильич, Банина Кирилловна, дайдетн ауадан. Ильич, Банина Кирилловна, дайдетн ауадан. Кирилловна, дайдетн ауадан. Я не знаю, что я не знаю. 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 Я не знаю.